МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Очереди останутся в прошлом. В Махачкале в этом году построят 9 новых детских садов, что существенно сократит очереди в дошкольные учреждения. Затраты уменьшатся вдвое. Родителям школьников на подготовку к 1 сентября, возможно, будут выплачивать по 10 тысяч рублей. Муфси Дагестана шейх Ахмад Афанди встретился с делегацией Даргинских районов республики. Девять детских садов появятся в Махачкале в этом году. Об этом сообщают в администрации столицы. Общее количество новых дошкольных образовательных учреждений превышает то, что было введено за последние 10 лет. Общая проектная мощность – более полутора тысяч мест. Детские сады строятся в поселках Новый Хушет, Богатыревка, Сулак, Шамхал-Термен, в микрорайонах ипподром Агель, Дасааф, а также на улицах Фанвизина и Азиза Алиева. В мэрии отмечают, что в Махачкале сегодня ощущается острая нехватка детских садов, но возводимые в этом году дошкольные образовательные учреждения могут ощутимо помочь решить вопрос с очередностью в детские сады. Родителям школьников на подготовку к 1 сентября возможно будут выплачивать по 10 тысяч рублей. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. В пояснительной записке к законопроекту представители депутатского корпуса проинформировали, что собрать первоклассника к сентябрю обойдется родителям школьника около 20 тысяч рублей. Поэтому ежегодная выплата может оказать значительную помощь родителям. Средства на реализацию проекта депутаты от ЛДПР предложили выплачивать из федерального бюджета. Авторы инициативы считают, что принятие закона состоится до 1 января 2001 года. В муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди встретился с делегацией Даргинских районов республики. На встрече с шейхом присутствовали известные ученые-богословы Дагестана, религиозные деятели, преподаватели и учащиеся медресе. Открывая встречу, духовный лидер мусульман Дагестана шейх Ахмад Афанди отметил, что в нашем регионе есть алимы, с которых можно брать пример. Есть у нас с кого брать пример. Есть у нас алимы, которые могут преподавать, как наши предки преподаватели по старым методам. Это очень важный момент. Преемственность, чтобы была, по милости Аллаха, здесь сохранилась. И обращаясь к алимам, в любом случае взрослое поколение уходит, и вы будете занимать их место. Поэтому вы тоже постарайтесь максимально у них извлекать от них пользу. Духовный наставник также отметил важность доброго и уважительного отношения друг к другу, особенно к богословам. Дагестан как один дом, как одна семья, хотя здесь разные национальности. По нациям я людей не различаю. Для меня есть человек хороший, есть плохой. Но я так стараюсь. Но в любом случае, поскольку они есть, и нам надо особо обращать и к мутоалимам, и алимам, чтобы мы особенно алимов друг друга уважали. Мутоалимы, мутоалимы, чтобы уважали. И тоже сегодня мутоалимы, завтра алимы. Какая разница? В завершение встречи известный ученый-богослов Мирзахаджи Магомедов выступил перед присутствующими. Он говорил о необходимости быть благодарными за возможность свободно исповедовать свою религию, совершать молитвы и получать полезные знания. В фонде имама Шамиля прошла встреча с членом Конституционного Суда России Гадисом Гаджиевым. Общественники, депутаты Народного Собрания, а также учредитель Северокавказского гуманитарного многопрофильного колледжа имени имама Шамиля говорили об истории Дагестана и ее роли в современности, о духовном воспитании подрастающего поколения на примерах героев былых лет. Гадису Гаджиеву вручили благодарность от фонда имама Шамиля за весомый вклад в сохранение исторической памяти. Гость фонда, в свою очередь, заявил, что эта общественная награда для него значимо не меньше, чем государственная, ведь народная оценка выше любых похвал. В Дагестане не хватает доноров. Их острую нехватку объясняют последствиями коронавирусной инфекции. Пресс-служба регионального Минздрава сообщает, что республиканская станция переливания крови жалуется на отсутствие необходимого запаса. В связи с этим Минздрав просит людей стать донорами и активно откликнуться на призыв о сдаче крови. Необходимо понимать, что жизнь на коронавирусе не останавливается, она продолжается, операции все проводятся, говорится в сообщении. В ведомстве напоминают, что донор может получить два оплачиваемых отгола и 510 рублей. Кроме того, доноры могут бесплатно сдать анализы на коронавирус и антитела к нему. Маркировка домашних животных в России может стать обязательной. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства России. В ведомстве отметили, что владельцы животных вправе самостоятельно выбрать тип средства маркирования. Наряду с чипированием могут использоваться бирки, татуировки, кольца и ошейники. Ставить на учет животных владельцам придется за свой счет, а штраф за отсутствие маркировки составит от 500 до 1000 рублей. Законопроект будет рассмотрен Госдумой до конца этого года. По словам его инициаторов, это поможет предотвратить вспышки заболеваний, выявить источники и пути распространения возбудителей болезни или найти пропавшее животное. Этнотуризм в Дагестане получит финансовую помощь для развития. Этот вид туризма обретает все большую популярность среди гостей нашей республики. Именно поэтому государство собирается стимулировать его. Финансовая помощь будет оказываться в виде грантов. Только в прошлом году, по подсчетам Минтуризма Дагестана, республику посетили более 850 тысяч туристов. И каждый год их количество только увеличивается. Развитие и строительство комфортных и качественных гостевых домов позволит решить две проблемы, считают в министерстве, а именно увеличится привлекательность этого направления туризма и туристический поток, благодаря которому будут созданы дополнительные рабочие места для жителей республики. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова